МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На трассе Екатеринбург-Тюмень с сегодняшнего дня вводится реверсивное движение. Порядок проезда будет регулироваться светофорами. Дорожники проводят капитальный ремонт на участке между 220 и 240 километрами. Водители просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим, а также учитывать информацию о дорожных работах при планировании своего маршрута. Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралупроавтодора 8 800 263 06. Первый факт смерти от коронавируса зафиксирован в Свердловской области. Как рассказал на своей странице в Инстаграм губернатор Евгений Куйвышев, COVID-19 был обнаружен у скончавшегося в Красноуфимске больного пневмонией. 54-летний мужчина поступил в больницу в тяжелом состоянии. У него была диагностирована вирусно-бактериальная пневмония. Два анализа на коронавирус показали отрицательный результат. Вирус был зафиксирован лишь после вскрытия. Тем не менее, в статистику он включен, подчеркнул глава региона. Как выяснили наши коллеги, скончавшийся гражданин Азербайджана. В Красноуфимске он торговал фруктами, которые привозил из Москвы. Всего на данный час в Свердловской области зафиксирован 141 случай заболевания COVID-19. На ноги свердловские медики поставили 52 человека. 180 туристов, привывших накануне из Таиланда, направили на двухнедельный карантин. Но если челябинцев власти региона забрали сразу, то ряд екатеринбуржцев 10 часов ожидали решения суда, отказываясь от изоляции добровольно. Свердловчан поместили в спорткомплекс Курганово. Бесплатно снабдили одеждой, средствами гигиены и обеспечили четырехразовым питанием. Фактически людям продлили отпуск. В ответ от туристов можно было услышать только недовольство. Они просто собрали паспорта, сказали, возможно, мы их привезем вам сюда, когда отдадут, непонятно. Паспорта и багаж должны пройти специальную санобработку. Этот рейс был сразу признан эпид неблагополучным. Уже при посадке на него было отказано пяти пассажирам с высокой температурой и признаками ОРВИ. Потому всех остальных пришлось изолировать на случай, если у кого-то из туристов будет обнаружен коронавирус. А вообще, эти люди отправлялись на курорт, когда уже повсюду бушевала пандемия. Вот тогда им надо было задуматься о последствиях.